Всем привет, мои дорогие и любимые! Добро пожаловать на канал Ольга с Ким Мукбанг! Кушаем мы с вами сегодня, посмотрите, вот такие аппетитные грибочки. Очень шикарно выглядят. Они, значит, с тимьяном, с петрушкой, с чесноком и жареные в сливочно-оливковом масле. Шикарное сочетание, на мой взгляд. Кушаю я с картошкой. Здесь у меня просто отварной картофель с зеленью, чесноком и сливочным маслом тоже. А также у меня на столе, конечно же, корейской чимчи, чтобы похрустеть вместе с вами. Ссылку на рецепт грибов и чимчи я оставлю, как всегда, внизу в описании под этим видео. Малыш, давай ворчалку свою включай, маленький мой сладкий. Давай, мой хороший, давай, мой родной мальчик. Мохнатый артист вас тоже приветствует. Ну что ж, давайте пробовать. Это что-то... Мне прям сложно описать словами. Это так вкусно. Чувствуется и чеснок, и специи. А я очень люблю тимьян. По-русски тимьян. А по-турецки кекик. Мы, когда были в Турции, долго гадали. Что же это за кекик? Думали, что кекик это орегано, потому что на упаковке написано орегано. Но нет. Как оказалось, это тимьян, потому что по приезду в Россию мы сравнили. В каком-то рецепте у меня был тимьян. И мы его купили, не зная, что это турецкий кекик. Хотя кекик из Турции уже привезли. Смотрите, чемчишечка. А потом, когда я их сравнила, прям один в один, я пришла к выводу, что это точно тимьян. Вот так едешь в чужую страну и не знаешь, что за приправа. Но мы ее купили, когда я готовила турецкое пиде. Ммм, как же это вкусно, друзья. Я вам ссылку на пиде не забыть бы. Оставлю тоже внизу в описании под этим видео. Попробуйте приготовить, это очень вкусно. Обалденно вкусно. У нас время уже без 22. Что-то мы проснулись. Такая суета-сует. Сегодня воскресное утро. Съемку веду в воскресенье. И мне нужно было быстренько отварить картофель, чтобы снять мукбанг с грибами, которые я вчера готовила. Кстати, грибы на сливочном масле и лучше их, конечно, подогреть. Очень вкусно. Сливочный, чесночный вкус. Да еще и с любимыми специями. Кстати, не обязательно кикик. Вы можете добавить любимые ваши специи. Любите итальянские травы? Пожалуйста, запросто можно заменить кикик и вкусные итальянские травы. Это очень вкусно. Да, с картошечкой. Я, конечно, люблю такую картошку, молодую. Когда она еще совсем вот так вкусненькая. Это обалденно вкусно. Но, когда нет молодой картошки, то можно и обычную. Они еще, знаете, за счет того, что крупно нарезаны. А если грибы не очень большого размера, то можно прям целиком делать, жарить. И от того, что они крупные, они сочные прям. Они такие мясистые. Есть, что пожевать в них. Обожаю. Запиваю все зеленым чаем. О, казалось бы ничего особенного да жареные грибы и жареные грибы но пряный аромат любимых трав а еще вино же очень вкусно жареные маху салат пшка nel голову он не хочет немного махать пшка Забыла включить микрофон. Это называется «Ты не ты, когда голоден». У нас на момент съемки 3 мая. Воскресенье. И, слава богу, каникулы. Хоть вздохнем. В школе у нас до 11 мая каникулы. А потом, наверное, опять будет дистанционное обучение. Не знаю, как у старшего. Он там сам в телефоне. Но у младшего вполне себе полноценные уроки проходят. Через какое-то гугл-приложение. Учительница вещает. Детки все на связи. Если учительница кого-то вызывает, дети отвечают. Так что вполне себе полноценные уроки. Вкусняшка. Вкусняшка. Я вообще мясоед. Мне мало какие продукты могут заменить мясо. Но сегодня вполне себе даже достойный завтрак, а обед. Вкусненький. keeping. Вкусненькая. Вкусненькая. Вкусно в битальной салonи. Вкусненькая. Вкусненькая. Отрогба. Субтитры сделал DimaTorzok Ушел Тимошка. Дела у него я его раздразнила он кушать пошел. Сейчас будем манты лепить с мешуткой. Он мне так здорово помогает я например сижу но у нас же на кухне компьютер стоит мы работаем на кухне у нас большая кухня как большая метров 15 может поэтому работаем мы на кухне и я сидя за рабочим столом Мешутке говорю доставай муку доставай чашку доставай весы и взвешивай один килограмм он уже понимает что один килограмм это значит тысячу грамм на весах должно быть отмеряет бери говорю яйцо разбиваю потом сама встаю наливаю ему воду в медный стакан и он замешивает тесто при том что я ему говорю давай в тесто размешечную эту в миксер положим тесто нет я сам потом говорю давай помогу нет я сам в общем все то он сам и фарш мне крутит через мясорубку я только специи закидаю он его весь размешает так что мы уже с ним приготовили тесто приготовили фарш сейчас налепим и скоро у нас прямой эфир на кулинарном канале ну а это видео буду заканчивать я уже наелась ставьте пожалуйста пальчики вверх подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик чтобы вам сообщали о моих новых видео пишите комментарии мне очень приятно с вами общаться всех очень сильно ценю люблю и уважаю всем спасибо за просмотр всем пока пока приходите еще увидимся снова до конца до конца до конца до конца Продолжение следует...